Даже спустя годы, прошедшие после развала крупнейшего социалистического государства, исследователи советских денежных знаков спорят над их классификацией, а также продолжают выявлять новые ценные разновидности. Среди этих монет огромное число редких и дорогих вариантов, коллекционная стоимость которых достигает нескольких тысяч рублей. Сегодня мы рассмотрим редкие монеты номиналом 50 копеек с 1961 по 1991 год. 50 копеек 1967 года известны в двух разновидностях. Для регулярного обращения монета со стандартным аверсом и реверсом была выпущена не очень большим тиражом. Это если брать для сравнения предыдущие года. В 1967 году тираж составлял всего 4 миллиона штук, что сразу же отразилось на стоимости данной монеты. На аукционах ее цена может достигать полутора тысяч рублей. А если монета в отличном состоянии, с сохранившимся штемпельным блеском, то и больше. 50 копеек 1970 года выпускались только в одном варианте. Необходимо учитывать, что это чрезвычайно редкая монета, за которую охотятся нумизматы. Причиной такой востребованности является то, что тираж полтинников в этом году составил всего 95 тысяч штук. Так что цена каждой такой монеты сегодня составляет до 7,5 тысяч рублей. Можно с уверенностью сказать, что это самый дорогой полтинник за все время их выпуска, начиная с 1961 и заканчивая 1991 годом. 50 копеек 1971 года, известно только в одной разновидности. Здесь повторилась точно такая же ситуация, как и с полтинниками прошлого года. Это очень редкая, а значит и ценная монета. Ее желает иметь любой нумизмации коллекции, так как тираж монеты был небольшим, составил не более 100 тысяч штук. Цена каждого экземпляра на монетных аукционах достигает 7 тысяч рублей. Правда, в 2016 году на известном аукционе за такую монету было заплачено значительно больше денег – 13,5 тысяч рублей. Наряду с копейками 1970 года, это один из самых дорогих полтинников за все время их выпуска. По своей цене и редкости, они уступают только пробникам 1947 и 1958 года. 50 копеек 1975 года. Монетный двор выпустил только в одном варианте. Нумизматы не обнаружили никаких разновидностей. Что касается тиража полтинников, то он в этом году был более низким, по сравнению с предыдущими тремя годами. Отчего это произошло, не совсем понятно. Но благодаря тому, что 50 копеечных монет выпущено очень мало, цена каждого экземпляра сегодня в среднем достигает 2500 рублей. Поэтому такая монета попала в категорию не только редких, но и ценных монет. 50 копеек с датой 1976 год. Нумизматам известны в двух вариантах. Тираж обиходных полтинников, которые выпускались для общего пользования, оказался большим, чем это было в 1975 году. Соответственно, цена каждого экземпляра достигает не более 1200 рублей. Этот вариант 50 копеечных монет называется «Звезда с узкими лучами». Если этот ролик был вам полезен и интересен, поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч!